Наталья Ивановна, давайте. Я с удовольствием, потому рассказываю об этой эпохе, что она невероятно яркая, потрясающая, связанная с уходом из жизни, наверное, величайшего завоевателя в истории человечества, Александра Македонского. Он скончался... Македонский? Да, Александр Македонский скончался. Не наш герой, наш герой его пережил. Этим и этим определил начало целой эпохи. Никто не понимал, конечно. Как всегда мы видим потом. Его кончина, которая последовала 13 июня 323 года до новой эры, это по-настоящему событие мирового масштаба, потому что по существу началась новая эпоха, чего никто сначала не понимал. И в этой эпохе один из его ближайших соратников, а эпоха ознаменована битвой соратников за наследие Александра. А на самом деле они не только били за наследие, а в общем-то основывали новые государства, которые получат название эллинистическое. Подождите, а с сыночком-то что, Александр? С наследием? Сейчас разберемся со всеми наследниками. Давайте, что там, почему полководцы стали пилить империю? Да, почему полководцы стали пилить империю. Сначала я начну с того, что Александр еще жив. Птолемей его близкий друг. Наш герой, наш мальчик. Наш герой, Птолемей Первый. Он получит прозвище Сатер, но это будет много позже. Ему уже будет тогда к 50 годам от жителей острова Родоса за защиту от одного из его конкурентов. В общем, в этой каше воин-диадохов. Они будут называться диадохи. Приемники, наследники. А пока начнем его жизнь, Птолемея. Его происхождение. Он сын одного из македонских племенных, ну, вождей, конечно. Македонцы, будучи в этом великом походе, воюя с персами, постарались представлять себя эллины. Благородными. А потом стали говорить даже, что мы супер-эллины. Мы больше, чем эллины. На самом деле, все-таки. Потомки Казапасов. Пастухи. Пастухи. Ну, Наталья Ивановна, ну, что же так по благородному. Пастухи. Аккуратненько. Ближайшее окружение Александра. Конечно, они раньше других приобщились к культуре. Ну, хотя бы потому, что проводили детство рядом с Александром. А у Александра был учитель гениальный Аристотель. Это какое-то значение имеет. Это не миф? Нет. Аристотель не миф. Так вот, отец нашего Птолемея, один из племенных вождей по имени Лаг. Лаг означает Заяц. Был ли в этом намек на что-то Заячье в его натуре? Неизвестно. Зайцев. Но Птолемей Зайцев. Лагит. Да, Лагит. 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 Со временем Сатер это много позже. Когда он лично завоюет это прозвище Спасителя-Избавителя. А показается, не была ли вся его жизнь, где индивидуальная храбрость, индивидуальное мужество, индивидуальная отвага бросаются в глаза, не была ли она опровержением этого прозвища, неизвестно почему, приставшего к его отцу. Мать звали Арсеноя. Вероятно, гречанка. Был миф. Но миф наверняка сочинен позже. Что эта самая Арсеноя была близка с отцом Александра, Филиппом II Македонским, и который выдал ее срочно замуж за условного зайца, уже когда ожидался рождения ребенка. То есть, как бы брат. Возможно, брат Александра. Брат Александра. Старший? Младший? Старший. Нет, младший, наверное. Наверное, младший. Не могу, не уручаюсь. Миф наверняка был сочинен. Старший. Птолемей старший Александра примерно на 10 лет. То есть, старший брат. Да. Ну, смотри, может быть. Может быть. Но большинство специалистов это отвергают, и, скорее всего, правда. Это, наверное, рестивая выдумка последующих придворных, которые хотели выделить Птолемея среди других преемников Александра, среди других диадохов. Ну, вот, а если уж он прямо даже сводный брат, то значит, он выше других. Да, он и был. И он давал им понять. Я сейчас об этом расскажу, как это происходило, как он давал понять, что он-то выше других. Имя Птолемей от греческого полемос «война», воинственный, то есть, антизайчи. Прозвище позже. Итак, биография. В юности Александра Птолемей лагит близкий друг, хотя он старше. На 9-10 лет. 8-10. Точную дату рождения Птолемея никто не знает. А тут такая плавающая дата. Товарищ по играм, может быть, обучению, я думаю, затронуло его все-таки крыло Аристотеля. Потому что, забегая вперед, скажу, что только он, из всех диадохов, из всех наследников-приемников, только Птолемей написал воспоминания о Великом Походе. Они до нас не дошли. Но один из авторов римских, Ариан, которого я очень внимательно и с удовольствием читал специально уже к этой передаче, он пользовался мемуарами Птолемея. И сообщает о том, что написаны они вполне хороши, образные, литературные. То есть, его уже не назовешь просто козапасом. Итак, это близкий друг. Незадолго до убийства Филиппа II, а убийство произошло в 336 году до новой эры, Филипп разгневался очень сильно на Александра. И, можно сказать, отправил его в ссылку вместе со всеми близкими друзьями. Дружками. Предлог, предлог был, что Александр якобы задумал жениться, не спросив отца, на ком девушку себе какую-то искал, но это, конечно, предлог. Он боялся Александра, потому что Филипп отверг мать Александра, свою жену, Олимпиаду. Он ее отверг, женился на молоденькой, как говорят у нас. Но это действительно так. Ее звали Клеопатра. Ждала... Ее звали Клеопатра. Да, вот такой знак. Ждала она ребенка. Филипп, конечно, надеялся, что это будет мальчик. И он передаст. Во-первых, он не торопился умирать. Никто из правителей никогда не сознает, что все-таки все возможно в любую минуту. А вот он еще будет долго-долго править. За это время вырастет ребеночек новой, молодой, любимой, юной жены Клеопатры. А Олимпиада отвергнута. Она, можно сказать, в ссылке в эпире, откуда она родом. И туда же он отправил Александра со всеми товарищами. Лагит вместе с ним потолемей в изгнании. Фактически изгнание. К родственникам в эпир. Это беспокойство. И вот стало заметно Александру в 19 лет уже, что он энергичный, сильный, независимый. И Олимпиада все время внушает ему, что вообще он сын Бога. В конце концов, Александр прочно в это поверил, что он вовсе не сын Филиппа. И все это опасно. И вот он отправил их в ссылку. И тут происходит убийство Филиппа Второго. Убийство, конечно, скорее всего, политическое убийство. Но я говорю, что до нашей эры, что до нашей эры. Как все трагически похоже. Видимо, это все-таки агенты Персии. Да, нет сомнений. Он готовил поход против персов. Филипп почти покорил Грецию. Ему очень верится, что он станет великим эллинским правителем. И пойдет войной на великих соперников Древней Греции, Древнегреческих государств, на персов. Персы и подослали убийц. Филипп убит. Александр сейчас же возвращается. И происходит признание Александра наследником. Юная Клеопатра и ребеночек. А это была девочка. Точный брат Александра. А это была девочка. Клеопатра родила девочку. Они убиты. То есть, даже это не спасло. Считается по приказу Александра. То есть, этих наследников нет. И Александр признан царем Македонии. И он принимает на себя все наследие. В том числе, идею похода. Птолемей прямо в этом году, в 336-м год убийства, год воцарения Александра, назначен телохранителем царя. То есть, с самого начала Александр доверяет ему самое дорогое, что у него есть. Свою жизнь. Смотри, как наш мальчик сделал карьеру. Да, резко и твердо. И Александр был, конечно, талантлив во многом. Он увидел в нем ту необычайную энергию отвагу, которую он скоро проявит. Итак, Птолемей среди ближайших соратников Александра и его полководцев, будущих, вот сейчас они станут полководцами, самого скромного происхождения. Ибо этот самый лак, заяц не заяц, но это не высшее знать. Остальные гораздо знатнее. По македонским понятиям. Это знать полуварварское. Однако статус телохранителя очень важный, учитывая неустойчивость власти Александра, наличие противоборствующих сил. Не все хотели Александра. Не всем нравилось, что такой энергичный юноша пришел к власти. И начинается великий поход Александра. Весна 334 года. Он более или менее уладил дела в Греции. Более или менее оставил себе более-менее надежный тыл. И началось движение на восток против персидской мировой державы. Это поразительно, конечно. Маленькая Македония, крошечная грецкая. На пальце. Да, это что-то невероятное. Идут против мировой державы. Лозунги у них прекрасные. Поход отмщения за греко-персидские войны. 500-й, 449-й годы до новой эры. Поход отмщения. Всего столь двадцать лет. Отмщение за убийство царя Филиппа. Ну, все прекрасно обосновано. И так они идут на восток. В апреле 334-го, после переправы через Гереспонд, современные Дарданеллы, первое знаменитое сражение. При Гранике. На севере Малой Азии. Здесь Птолемей уже упоминается среди полководцев Александра. Но не на первом месте. Первый антипатр. Парменион или Парменион сепаратур. Его называют. Он типа на третьем месте. Но на третьем месте. Среди самых заслуженных. И в этом сражении жизнь Александра спас его молочный брат Клит, который Александр потом убьет в пьяном угаре и в борьбе с оппозицией. А Птолемей пока друг, ближайший друг, телохранитель и возвышающийся шаг за шагом. Осенью 333-го битва при Иссе. Тоже Малая Азия, но к югу на пути в Финикию. Знаменитейшее сражение, где численность персидских войск была в три раза. В три раза больше, чем греко-македонских. И, тем не менее, полный разгром. Была рождена легенда, что здесь при Исе, это тоже наверняка потом придворные, Птолемей спас лично жизнь Александру. Легенда? Почему это, что легенда? Ариан Фиша тоже в своих воспоминаниях опровергает Птолемей, с чего нужно опровергнуть. Что я лично телом не заслонял. Пик его карьеры пока впереди. Зимой того же 333-го года занят Египет почти без боев. Персидский наместник. Я расскажу, что это 333-й год до новой эры. До новой эры. Ну, мало ли. Мы же люди неграмотные, мы не знаем, когда они жили тогда. Маши радиослушатели. Ой, радиослушатели грамотные. А мы в студии не все. Только мы с вами. Нет, вот мы с Селивановой неграмотные, с Наташей. Кокетство украшает журналиста обязательно. Итак, зима 332-го, 331-го года почти без боев занят Египет. Птолемей не ведает, что это его судьба. Что это судьба его, его потомков. Из всех государств посталександровых, дольше всех будет жить Птолемейский Египет. Он будет последним эллинистическим государством. Он просуществует почти 300 лет. Ничего этого не знает Александр. И закончится самоубийством Клеопатры и приходом Вактуиана Августа. Который завершает освоение Римом. Освоение, скажем так, захват всех эллинистических государств. А пока он не знает, но участвует в важной процессе, процедуре. Египетские жильцы предложили Александру признать его богом, сыном бога Амона-ра, великого солнечного божества. Александр сказал, что не возражает. Поскольку в сущности Олимпиада твердо ему внушила, что он сын Зевса, да. Мама настаивала на этом категорически. Ну, поэтому, что Зевс там. А это здешний. А это здешний Зевс. Моё воплощение. Да. Удивительно. Сатер, Птолемей Сатер, находящийся рядом, старший друг, близкий, телохранитель, не мог тогда убеждена даже допустить мысли, что и он будет обожественным. Спустя много, много, много времени он прожил долгую жизнь. Мы не точно знаем, когда родился, но знаем, когда он умер. В 283 году до новой эры. А вот точно в каком возрасте, никто не знает. Ну, наверное, всё-таки в районе 70 нечастый возраст. Да, нечастого времени совсем нечастый. А если учесть, сколько он воевал. И сколько он лично воевал. И вот пик карьеры Птолемея при Александре очень важный. При Александре. При Александре. Ещё живой мальчик. Потом начнётся его другая жизнь. 1 октября 331 года до новой эры. Ой, вспоминаю, как студентами мы заучивали эти даты. Как строгие наши учителя говорили, что это во сне надо помнить. Гранник. Ис, Гавгамеллы. Это судьбы мира. Тогдашнего мира. Они правы были абсолютно. При Гавгамеллах. Это Месопотамия уже. Междуречия. Тигра и Фрата. То есть, он продвинулся далеко уже на вас. Да, да, да. Ближе к сердцу. К сердцу персидской державы. Он в сердце. И это решающая победа. Опять. Над абсолютно превосходящими силами персов. Которыми командует лично Дарий Третий. Последний Ахименид. Последняя династия Ахименидов. И бежит панически в разгаре сражения. Это поразительное бегство. Дария Третьего о нем много спорят. Бежит. А когда бежит полководец или он убит, войско перестает сражаться. В истории древности это категорически так. Он бежит и попадает в руки. Ищет укрытие. У Сатрапа Бак-3. У своего вассала. Да. Которого он назначил Сатрапом. Сатрап руководитель большой провинции. Бак-3 это центральный азиат. По имени Бес. Нехорошее имя. И поведение тоже. А смерть еще хуже. И вот Бес по приказу Беса убит. Убит. Убит Дарий Третьей. Александр. Все думали, что он будет в восторге. Он сказал, с царями так обращаться нельзя. Поймать Беса. И поручает лично Птолемею догнать Беса. И доставить к нему. Именно Птолемею. Нашему герою. Именно нашему герою. Он проскакал за 4 дня. Птолемей и его команда. Расстояние, которое обычно преодолевали за 10 дней. Схватил Беса железной рукой. Представил Александру. Бес и его круг. Убившие Дария были казнены. Очень жестоко. Не буду говорить как. Все-таки это древние люди. Великие, невеликие. И вот это пик карьеры. Он доставил Александру. Которому служат верой и правдой. Этого подлого предателя. Всей дальнейшей жизни Птолемея тема верности тому, кому служишь, будет главной. Он строго будет придерживаться этой концепции. Наталья Ивановна Басовская программе «Все так». Вторая часть передачи этого прямого эфира, который идет и на «Эхо Москвы», и в сетевизоре, и в Перископе. Сразу после новостей с Александром Клиновым. Саша. Узнай правду здесь. «Эхо Москвы. Все так». 18 часов 35 минут в Москве. Это прямой эфир «Эхо Москвы». Нам тут передают привет из Бреста. Спасибо вам большое. Мы ведем трансляцию, естественно, по радио, естественно, в сетевизоре и, естественно, в Перископе. Пробуем. Я задал вам вопрос, не будем тратить время. Какой бог древнего Египта был богом государственного и мирового порядка? Богом государственных чиновников? И с головой какого существа он был? Это бог Тот? Правильный ответ. С головой Ибиса? Правильный ответ. Но он еще был богом ученых и богом Луны. Государственные чиновники, ученые, Луна, мудрость, государственный порядок. Все было у древних египтян смешано абсолютно в кучу. Кто получает у нас книгу замечательную «Мумий фараонов»? Огромная книга. Я вам уже ее показывал. Дилетант. Три человека. Последние три цифры телефона. Инна, чей телефон заканчивается на 187. Иван на 109. И Ксения на 140. Кто получает только книгу? То есть это уже четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Юля. Конец. 754. Галя. 951. Наиль. 707. Дмитрий. 278. И Владимир. 165. Еще два победителя из перископа. Я видел правильные ответы. Но здесь технология пока требует, чтобы мы закончили трансляцию. Потом посмотрели, кто ответил правильно. И так далее. Спасибо всем, кто был с нами. Напомню также вам, что мы говорим сегодня о полководце Александра Македонского. Птолемей, начальник его телохранителей, который был на 10 лет его старше, и говорили, что он был сводным братом Натальи Ивановны Басовской. И, пожалуйста, Наталья Ивановна. Про сводного брата, видимо, миф. Но близок, конечно. И вот последние, последние, последние месяцы, последний год жизни Александра, знаменитый индийский поход, печально знаменитый, очень трудный. В северной Индии Александр встретился с бешеным сопротивлением тамошних правителей, правда, разобщенных индийских царств. На северо-западе большого полуострова Индостан. И вот Птолемей несколько раз проявил такую личную отвагу, что он выдвигается еще выше. Уже не третий полководец, а кто-то выше. Ну, Форминьона казнили к этому времени, так что там, знаете, как репрессии были. Сейчас я про закон тоже скажу. Ну, например, какие в индийском походе он проявил качество. Кинулся в погоню за индийским вождем в Пенджабе в одном из сражений. Лично за вождем на крутом подъеме в предгорье Гималаев. Это надо понимать. Какой крутой подъем. Сначала на коне. Потом, когда конь уже не в состоянии забираться на эту кручу, он спешился, спрыгнул. Он сумел попасть в бедро этому всаднику индийскому, свалить его на землю и вступить с ним в борьбу. Рукопашно. Панцирь получил удар копьем в грудь, но панцирь выдержал. Панцирь Птолемея. Да здравствует македонские панцири. И он сбросил противника с коня и уже дрался с ним вдвоем. Этот эпизод. Тут сбежали все со всех сторон. Решил судьбу сражения. Как не заметить Александра. И, как не заметит Птолемея, в результате Александр отдал под его командование одну треть армии. Он отправился в горы и уже ясно, что он Птолемей выделяет, отличает. Не раз Птолемей по описаниям индийского похода, а многие писали об этом походе и пересказывали потом, отвлекал на себя индийское войско, чтобы, например, Александр мог спокойно переправить свои войска и сам переправиться через один из притоков Инда. Забирался на немыслимо крутые скалы, тайком, ночью, лично забирался впереди своих солдат и подавал костром сигнал Александру с высоты скалы. Путь свободен. То есть, он у нас еще, можно сказать, скалолаз, выдающийся от ваги силы физической. И вот в разгаре его карьеры на подъеме... Да, нет, сначала еще момент, где он отличился. Он, конечно, отличился тем, что сообщил Александру о заговоре. Вот опять он выделялся. Многие говорят, разумнее других. Это верно. Во время похода... Постарше, поаккуратнее, повнимательнее. Поумнее. Поумнее. Он пытался предотвратить знаменитое убийство Клита. Он хотел остановить Клита. Он увел его из этого зала, где пировали, и где Клит стал читать насмешливые стихи взбешенному Александру. Он увел Клита. Птолемей увел его. Но тот снова обошел каким-то путем. Вернулся, и убийство состоялось. В итоге, вот это разумная попытка. Он предотвратил возможное убийство Александра. Так называемый заговор пажей. Тоже во время похода. Когда большая часть молодежи, возмущаясь молодых придворных, теми восточными манерами, которые Александр прививает. Ну, прежде всего, низкие поклоны. Их это бесит. Кстати, племянник Аристотеля Калисфен состоял в контакте с этими заговорщиками и был погублен, заточен. Хотя Аристотель просил за него. Кто предупредил Александра, что нынче ночью тебя должны убить? Это был Птолемей. Кто-то с ним поделился. Может быть, хотел на свою сторону. Но переманить его. А вместо этого тема преданности. В чем я говорила. Он преданный слуга Александра. Поклялся ему служить. Буду служить до конца. Пошел и донес. И информировал. Но он же предан этому господину. Осуждать его невозможно. И вот трагедия. 13 июня 323 года до новой эры. Умер Александр. Это было очень внезапно. Болел он несколько дней. Он был совсем молодой. Ему было 33 года. Он был в разгаре подготовки к новому большому походу. Пусть он из Индии был вынужден уйти. Пусть вот он остановился в Вилоне. Но он остановился не как разбитый или отступивший. Он готовит новый поход. Он хочет в обход Аравийского полуострова отправиться. На запад. Кто знает. Судьбы мира могли бы сильно измениться. В Средиземноморье. В Северную Африку. Карфагенские владения. И так далее. Будущий Карфаген. Будущую Испанию. Туда направил Зоры. Вот пусть его в Индии остановили. Так он теперь готовит поход на запад. И скончался. Скорее всего отравлен. Практически можно не сомневаться. Через очень короткое время. Его ближайший друг и возлюбленный. Гефесте. Он тоже внезапно плохо себя почувствовал и умер. Бывает. Конечно. Их убрали. Скорее всего. И стал вопрос вопросов. Кто сменит Александра. Не назначил он. Ребенок же был. Никакого приемника. Тут все было непросто. Так. У Александра есть сводный брат. Есть сводный брат. Но слабоумный. А это большое удобство. Его зовут Аридей. Это от брака Филиппа. Отца Александра. И фессалиской танцовщицы. Он живет где-то там далеко. Он уцелел во время воцарения Александра. Его не убили. И находятся сторонники. Очень хорошо. Вот я думаю как раз очень хорошо. Это Пердика. Человек который претендует на... Пердика это имя. Да да. Полководец. Полководец. Это греческое имя. Ребята. Без глупостей. Претендует на очень большую власть. И вот он поддерживает идею Аридея. Прекрасно. Слабоумный правитель. Это отлично. Но есть и другой вариант. И все обсуждается. Незаконный сын Александра. Иракл или Геракл. Так по разному его называют. Не от жены. Ему было много наложниц. Живет где-то в пергаме. Его отыскать. То он такой. Но фигура не прошла совсем. И самое важное. Нерожденный еще сын Роксаны. Вот этой законной жены Александра. Его рождение ожидается через два месяца. Все говорят будет, будет, будет сын. Давайте подождем. Да. Два месяца подождать. То есть величайшее... Не назовешь государство. Нет. То что создал Александр. Вот эта виртуальная... Империя. Культурно-виртуальная империя конечно... Культурно-виртуальная империя. Да. Единство экономики никакого нет. Администрация относительная. И вот на совещании этих диадохов, а сразу получили название, их человек 10. Ближайшие соратники и полководцы. Всех. Не буду перечислять. Это бесконечно. Выступает Птолемей. Я против всех. Не надо ни Аридея, ни Иракла, ни нерожденного мальчика. Я предлагаю, говорит он. Значит, у них у всех уже идея монархическая. Понравилась она им. За время, когда Александр стал и царем, и богом. Им понравилось. А монархическая идея значит наследник. А мы при нем будем руководить реально. Птолемей предложил совсем другое. Он предложил избрать из своей среды самого достойного. Из македонской среды. Да. Из македонской среды. Идя против этой укрепившейся анархической идеи. Это скорее вот есть македонская традиция. Что-то он знал. Греко-македонская. Что-то он знал, Птолемей. Он хотел, чтобы его... Ну, это понятно. Какие качества, он огласил, должны быть у этого человека. Сейчас вы увидите, о ком он говорил. Думаю, сам говорил. Близость к царю. Авторитет в глазах войска. Да. Сильный характер. Это он. Это он. Себя нарисовал. Он нарисовал свой портрет. Какой умный. И предложил проголосовать, так сказать. Предложение не принято. Категорически. Все почувствовали. Каждый считает себя таким же. Да. Включая Пердику, Антипатра, Антигона. Они все считают себя такими же. И 22 года за этим войны диадохов. Это потрясающе. 22 года. Их описать невозможно. Кто с кем, против кого. Они бесконечно меняются. Поэтому мы остановимся, конечно, только на Птолемею. Птолемею. После их совещания. Выделен Египет. Ему предложено стать сатрапом Египта. Они делят. Сатрапом. Губернатором. Каждый из них мечтает все править всем этим. Но пока они делят. А дальше будут рвать друг у друга эти куски. Поняв, что одного не будет. И нерожденный младенец ничего не решит. Судьба его все. И он и Роксана погибнут. Они никому не нужны. А тогда разделим. И каждый. Они же скоро начнут себя объявлять царями. Ну, лет через 10. А пока ему выделен Египет. Самому такому энергичному. Предложено стать сатрапом Египта. Хотя там есть сатрап Клеомен. Назначенный самим Александром. Но вот тут наш Птолемей первый сатер. Не считает обязанным служить Клеомену. Он, преданность его была связана только с Александром лично. Этого, обвинив этого Клеомена. Объявив его, объявив о его связи с Пердикой и интригами. Пердика крепче всего сидит в Греции и Македонии. И всем кажется, что это и будет главное государство. Вот это вот. Это ошибка большая. Селефтиды будут гораздо сильнее. Но им они эллиноцентристы. Кажется, что сильнее всех Пердика. Объявив Клеомена в контактах, Птолемей приказывает его убить. Не дрогнув еще. И начались 22 года войн. Итак, кто такой и каков наш Птолемей первый сатер. Основатель самого стойкого из эллинистических государств. И самой длительной эллинистической династии. Что дальше с ним происходит? Только, пожалуй, маленькое отступление. Еще два слова об эллинизме. Все, кто заинтересуется. Явление эллинизма, оно потрясающе интересное. У нас очень мало времени. Извините, мы не успеем. Мы до скольки? У нас 10 минут. Мы успеваем 10 минут. Почитайте работу Дройзена. Это есть классический немецкий переведенный труд. Он очень интересен. Итак, что делает наш Птолемей? Как сатрап Египта. Да, у него по-прежнему идея верности Александру на первом месте. Не уже ушедшему Александру. Ибо ему удается устроить знаменитый похорон Александра. В 22 году, через год после смерти Александра. Похороны были в Абилоне. Кому принадлежит гроб, тот и главный. Он перехватил, сумел завладеть телом покойного Александра Македонского. Через год после его смерти сумел завладеть телом. Вот он мог все. Да, очень энергичен. Встретил это тело. Ему доставляли из Месопотами. Встретил в Сирии. И устроил грандиозные похороны в Мемфисе. И вот немного соблюдая волю Александра. Потому что Александр завещал похоронить себя в Азисе Амон-Ара. В Египте. Ну да. Все-таки как Бога. На всякий случай пусть хоронят как Бога. А тут да, Египет, но Мемфис. Столица. Потому что Птолемею важно, чтобы он имел опору в лице местной египетской знати. И он ее приобрел. Разумен. Без крайних злодейств. Он уже приобретает сторонников. И вот то, что он доставил им тело великого Александра. Грандиозные похороны в Мемфисе. Затем. Какими путями при преемнике Птолемея I скажу. Птолемея Филадельфия. Это Птолемей II. Филадельф, означающий любящий сестру. Они установили порядок Птолемея жениться на своих сестрах. Ну, это отдельная тема. Но это так. Настолько хотели удержать этот доставшуюся им богатейшую страну. Похоронен он был. Перехоронен. Еще раз захоронен. Погребение. В храме Серапиона. Это такое сочетание Азилиса и Аписа. А при Птолемее, видимо, переведено в Александрию. Есть рассказ, что якобы через 300 лет Октавиан Август, когда он занял Египет, когда ушла из жизни Клеопатра, оказался у тела Александра в этой гробнице. Оно лежало в саркофаге одного из фараонов. Некто-неба. Незначительного. Который умер примерно за 20 лет до Александра. И вот Октавиан торжественно приблизился. Все хотели приблизиться к этой мумии. Какой-то странный рассказ. То ли поправил мумии нос. То ли взял кусочек носа. Вот кто будет читать альбом Захи о мумиях, наверное, узнает больше. Итак, великая отвага и разумное поведение Птолемея помогли ему удержать Египет. Пожалуй, самым рискованным, последним рискованным моментом был 321 год до новой эры. То есть, мы уже видим, прошло 12 лет после смерти Александра. Они без конца бьются. Вступают в коалиции. Разрывают эти коалиции. Ссорятся друг с другом. Эти диадохи, это что-то такое, становится уже фактором постоянной реальности. И вот в 321 году вторжение войск под руководством Пердики в Египет очень опасно. Это, видимо, толчок, это, предполагаемые, вот эти вторые похороны Александра. Это должно было взбесить. То есть, Птолемей выделился из всех, и все ждали, что завтра пойдет покорять их всех и станет вторым Александром. А повторить Александра хотят они все. Ну, например, при штурме крепости, называющейся, это в долине Нила, это мы в Египте, называющейся верблюжья спина, можно догадаться, как выглядела эта крепость на берегу Нила. Птолемей лично с вала этой крепости ослепил слона. Слоны были очень в ходу. Вот эти индийские слоны использовались вовсю. Ослепил длинным копьем, а замечательное копье македонское, это около трех метров, с вала лично. И взвесился слон. Ну, да. Он начал топтать всех подряд. Птолемей лично спрыгнул с этого вала и сбросил многих македонцев со стены. То есть, вот его личное участие было велико. Плюс, как-то в этот момент в Ниле начала пребывать вода. Ведь жители Нивской долины с глубочайшей древности, с третьего тысячелетия до новой эры, учились и научились учитывать сложный режим этой великой реки, берущей начало в сердце Африки, в горах. Меняется там ситуация, таяние льдов и так далее. А эти не знали, подруга, македонско-греческое войско Пердики, что они могли представлять? Не знали, что может случиться. Река ринулась на них, тысячи людей были затоптаны слоном, добиты солдатами Птолемея и утонули, затоплены. Бешенство было такое. Значит, сначала пишут в пересказах очевидцев, в пересказах последующих писателей, в лагере Пердики стоял стон, плач, рыдание, горе, поражение. А потом они поняли, что... Ну, ведь надо найти виноватого. А кто виноват? Пердика. И некто Пифон, грек, призывает вперед, они врываются в шатер Пердики, и главный соперник, в тот момент ведущий, среди диадохов, исчезает. Никто о нем не скорбит. Ибо Пердика не раз проявлял себя, как злодей. Это было хорошо известно. Но они все злодеи. Птолемей отличался. Он хотел... Нет, нет. Его последнее злодейство осталось далеко вдали. Он хотел, и писали об этом современники, он напоминает Александра. Это главное, что он и хотел напоминать Александра. Например, великое великодушие, которое он проявил, великое великодушие, прошу прощения, огромное великодушие, даже в борьбе за власть, начальник гарнизона города Тира. Держался город Тир, это Сирия, это твердыня, это очень трудно взять во время войны диадохов. Наконец, этот город сдан Птолемею, в плену этот начальник гарнизона. И вдруг Птолемей дает ему дорогие подарки, говорит красивые речи, и говорит, что твоя верность, преданность тому, кто в этот момент владеет Сирией, вызвал у меня восторг. Это что? Это Александр и семья Дарья Третьего. Это знаменитей же эпизод, когда великий победитель, молодой Александр, молодой и красивый, говорит, я великодушен, живите, я еще и с вами породнюсь. И породнится. Он хочет быть похожим, и у него это получается. И к нему приходит информация, к Птолемею. Что диадохи стали, начали провозглашать себя царями. 305 год до новой эры. Возглавил это движение Антигон и его сын Деметрих. Очень яркие, поистинные люди, которые воевали в основном за Азию. Птолемей сказал, я тоже, я тоже, я тоже царь. И он сейчас же был провозглашен, и египетские его подданы. Это же Восток. А он там все больше приживается. Они поклоняются ему, и он становится не только царем, но и обожествленным правителем Египта. Фараоном. Фараоном. Да. В 301 году до новой эры это сын пастуха. Битва при Ипсе. Да, Зайца. Битва при Ипсе. Не путать с Исом. В Малой Азии во Фиге. Били с Антигон первые против Селевка, Лисимаха, Кассандра. А при Антигоне Деметрих... Это все полководцы Александра Македонского. Это все ребята, вышедшие из Вига. Перебили друг друга. Молодцы. Это последнее сражение крупное. И создали селенистические государства. Потомки Селевка, Селевкида. Это Сирия и другие области Азии. Потомки Антигона. Антигона. Македония и Греция. Толемей в Египте. Он в стороне. Через 14 лет... Знаете, как это за морем? Он за морем. Да, ему удобно. Он передал власть младшему сыну. Через 14 лет младшему. Не по традиции монархической. Вот он отошел. Когда он говорил, давайте изберем. Он неупертый. Не совсем фараон. Не соглашусь. Идея изберем. Не фараоновская. Я сам назначу преемника по способностям. А не по старшинству. И он передает младшему сыну. От любимой жены. У нее несколько жены. Любимой была принцесса Береника. И Птолемей второй филадельф. Вот этот любящий сестру. И сам Птолемей первый остается при дворе служить. Он исполняет некие должности. Секромные. Присутствует на приемах. Он не отрекся. Он все-таки не отрекся. Он отрекся. Он отдал власть сыну. Царь теперь его сын. А Птолемей старший остается при дворе. Выполняет отдельные поручения. И говорит. Эти слова передали все авторы. Я понял, что лучше быть отцом царя, чем владеть какими угодно царствами. В чем же секрет того, что именно Птолемей, ну может быть еще Селевка, наверное, среди этих многочисленных полководцев Александра Македонского сумел создать царство, создать систему управления. Кто он? Он был солдат. Вот с малых ногтей до зрелого возраста он солдат, телохранитель, полководец. Обломки образования, которые он получил с измойства рядом с Александром. Личный ум, безусловно, одаренность, готовность к договоренностям. Он все время говорил. Давайте договоримся. Просто не получалось. Тогда он занял глухую оборону в этой Нильской долине. Благо он уже знал ее лучше других. Личные качества, разумность, некая идея о том, что он не знал слова эллинизм. Это придумает Дройзен в 19 веке. Но он почувствовал, что в этом царстве и государстве, в этом Египте надо сочетать многовековые древние традиции, это и Александр уже чувствовал в Персии, и элементы греческого управления. Создать какие-то системы управления. Он очень занимался управлением на местах, сбором налогов. И он был в этом смысле разумным правителем. Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так». Спасибо, Наталья Ивановна. Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.